Конечно, я слышу приближающийся лай. Домой! Мы не туда пришли, я точно знаю! Это не наш дом! Вообще не ощущаю. Насколько далеко я... Чёрт! Я пират. Что это такое? Юля будет, скорее всего, ходить... Привет, я Энни Мэджик, и со мной тут мои собаки. Ребятки, начну я с самой главной новости этого месяца. Это то, что мы встречаемся с вами 9 ноября в Красноярске, Сибирь, на выставке Зоомир. Да, наконец-то у нас будет фан-встреча в Сибири, и всё это благодаря нашему корму Платинум, с которым мы туда едем. Энни Мэджик и Платинум едут в Красноярск, увидеться с нашими Мэджиками из Сибири. Говорю специально заранее, чтобы вы все готовились и смогли приехать из ближайших посёлков, сёл, городов. Короче, приезжайте обязательно. Я буду там с 12 часов до 5 вечера. Это будет выставка Зоомир. Выставка продажа, и там будет ещё груминг-шоу, выставка собак, кошек, голубей, декоративных куриц, всяких попугайчиков, короче, птичек, аквариомистика, рыбки, крабы и всё такое. Короче, там будет очень много всего. Ещё развлекательная площадка для детей. Адрес я оставлю в описании вот к этому видео. Медальон, приходите, где мой медальон Мэджики в Красноярске, увидимся целых 5 часов, будем обниматься, общаться. Да. Всё, всё, мы вас будем ждать. И на инстаграмы наши подписывайтесь, потому что я там всё подробно рассказываю всегда. Вы там самыми первыми узнаёте все новости. А сегодня я решила сделать такую необычную очень штуку. Сейчас покажу повязочка вот такая вот на глаза, потому что сегодня мы с пёселями будем снимать челлендж с закрытыми глазами. Суть челленджа такая. Я возьму поводок и зацеплю на каждую из собак. Мы выйдем за территорию дома, далеко от дома, и они должны будут меня вести. Знаете, как собаки-поводыри? Понятное дело, что собаки-поводыри это собаки, которые тренируются годами, просто десятилетиями, и делают это профессионально. Мои собаки не поводыри, поэтому я не советую вам повторять этот эксперимент, особенно если вы живёте в городе. Но мне стало вдруг интересно. А если я закрою глаза, нацеплю поводок, и кто из собак меня поведёт? И Васик наш, самый мальчик, красавчик. Господи, что происходит? С ним мы уйдём далеко, и я скажу ему в команду домой. Сможет ли он довезти меня до дома? Он больше вырастет? Нет, он такой и останется. Да что ты так делаешь? Ставьте лайк нам, если любите всякие челленджи, да, Ивась? И Вась там собаку увидел, соседскую. И пишите в комментариях какие-нибудь идеи ещё прикольных экспериментов. Я закрываю глаза. Домой. Я надеюсь, меня не уведёт куда-нибудь в канал. Так, мне кажется, мы не домой. Я могу реагировать лишь на натяжение поводка. Я ничего не вижу, мне надо было палочку взять. Мне кажется, мы сошлись с дороги. Эйвен, домой. Веди меня домой. Так, кажется, я слышу машину. Надо остановиться. Где мы сейчас поделим дороги? Давайте кто-нибудь идёт. Эйвен, стой. На самом деле, этот челлендж ещё и сложен тем, что ты почувствуешь себя человеком, который не видит, незрячим. Это так страшно. При том, что я знаю примерно, что мы идём где-то на дороге, мне всё равно... Эй, эй, куда-то мы пошли быстрее. Что он делает? Что это было? Эйвен, ты куда идёшь? Эйвен. Там ещё какая-то собака лает. Ты чувствуешь себя человеком, который не видит. Сразу такое оттельное напряжение и какой-то страх, что вдруг ты... Как вообще, не знаю, дойдём ли мы до дома? Эйвен, почему-то мы, мне кажется, мы свернули. Мне кажется, мы куда-то не туда идём. Мне кажется, что дорога где-то в той стороне. Куда мы идём? Я уже потеряла ориентацию какую-либо к пространству. Я уже не понимаю, в какую сторону мы идём. Я надеюсь, я не врежусь в дерево сейчас. Эйвен, куда мы идём? Конечно, я слышу приближающийся лай. Мы пришли не к себе домой явно. Домой? Мы не туда пришли, я точно знаю. Это не наш дом. Мы пришли сюда, потому что здесь Текурила, твоя подружка, видимо. Да, тебе она понравилась? Я снимаю челлендж. Что? Челлендж. А он не доведёт вас? Почему? А как вы дойдёте с закрытыми глазами? Ну, я жду. А кто, он поведёт? Да. Да ладно. И наш путь очень сильно удлинился. Путь домой. Пойдём домой. Хватит ржать там. Короче, если бы я реально ходила так, наверное, гулять с собаками, то я бы домой шла ещё очень долго. Короче, Эйвена, как настоящего мужчину, смутила женщина в вопросе доведения мамули домой. Давай, Вась, веди меня домой. Ой. Что такое? Что такое? Давай. Что происходит? Ой. Ой. И это мы ещё идём по дороге без препятствий. А если бы у нас были препятствия, мне кажется, я бы уже себе нос сломала. Эйвен, что там делать? Нам нужно уже к следующему переходить, в челленджи наши. Почему он так часто останавливается? Что он делает? Я почему-то уверена, что он писает. Мне кажется, он перемечивает всех местных собак. Давай, Вась, давай. Молодец. Похоже, Эйвен взял свет. Он ускорился. Ускорился так, что натянул аш ошейник. Он ему поддавил немножко. Так, я иду. Всё, быстрее. Мы начинаем двигаться быстрее. Блин. Хорошо, что я выбрала место к дороге, а не... Так, мы опять куда-то сворачиваем. Эйвен, мне кажется, намного по-другому идти. Да? Да? Как-то я иду не туда, мне кажется. Почему я иду пока чуть-чуть там ко мне? Так, так, так. Куда идём? Эйвен, домой веди меня. Ты меня домой ведёшь? Домой, Эйвен. Я не знаю, сколько мы уже прошли. Мне кажется, мы дом наш прошли уже. А как я пойму, что мы пришли домой, интересно? Эйвен, ты точно меня домой приведёшь? Так, Эйвен опять ускорился. Мне приходится идти за ним быстрее. Это опаснее. Ой, а вдруг вы домой пришли? Эйвен, вы домой пришли? Нет? Блин, почему нельзя открыть глаза и посмотреть? Мы, может, уже прошли дом на 100 лет назад. Мне кажется, я уже ушла от дома на кучу метров, километров. У меня ориентация потерялась во времени и пространстве. Чё? Ты привёл меня домой? Так, сейчас я проверю по... Аааа, ура! Вы пришли домой? Серьёзно? Он довёл меня до дому. Офигеть, я в шоке. Эйвен, ты такой красавец. На тебе вкусняшку. На тебе вкусняшку. Молодец, мужик. Довёл меня. Ааа, ура! Фишка же ещё в том, что они не понимают, что у меня закрыты глаза. Кстати, про Софи. В одном из роликов я говорила ей команду «Голос». И вот так вот держала мячик. И многие написали, как же так? Ты же говорила, что София глохнет, а глохла, теряет слух. Но при этом на команду «Голос» она реагирует. Она, во-первых, реагирует скорее на моё движение, на жест, а не на команду, которую я произношу. А второе, это то, что я не говорила, что она совсем оглохла. Она реально очень плохо слышит. И иногда, когда она находится на далёком расстоянии, я её зову, она вообще может не реагировать, не откликаться и не понимать, что я её зову. Короче, в разных ситуациях она то слышит, то не слышит. Если я говорю громко «Софи! Софи!», то она, конечно же, реагирует. Если же она будет далеко или я буду шептать, она, скорее всего, не услышит. Поэтому я не буду ей говорить никакую команду. Мы усложняем задачу. Во-первых, мы берём другую дорогу, более сложную дорогу. Для меня, например, это точно. Во-вторых, мы ушли от дома на такое расстояние, что я нахожусь сейчас посередине между домом и между озером, на которое мы ходим купаться с собаками летом. Посмотрим, она поведёт меня домой или она всё-таки пойдёт в сторону озера. Если я стою, Софи тоже стоит. Туда пойдём? Или туда пойдём? Так, сюда, да? Куда же доведёт меня Софиша? А вдруг мы узнаем какую-нибудь собачью тайну её? Наткнёмся на какую-нибудь вкусняшку, например, закопанную, спрятанную, или ещё что-нибудь обнаружим. Ой, ой, ёй, ёй, ёй. Софи более медленно продвигается, в отличие от Эйвона. Ой, ой, кажется, я её задела. Ой, ой, ой. Но всё-таки куда-то она направляется. Так, хорошо. Такой вот, пусть мы выбираем. Софиша намного чаще делает паузы, чем Эйван. Останавливается, что-то там делает, может, тоже писает, как и Эйван. Мы пришли всё-таки к озеру, или мы пошли в другую сторону, там по другим тропинкам, потому что у меня, по ощущениям, уже полная потеря ориентации в пространстве. Здесь ещё и деревья какие-то встречаются. И я не совсем понимаю, где мы. Потому что, когда ходишь вот так с закрытыми глазами, не можешь понять, насколько далеко ты уходишь. Я не знаю, почему, но, по крайней мере, вот я вообще не ощущаю, насколько далеко я... Я дошла до озера всё-таки и окунула ногу, блин, в воду. Смотрите, что это? Это рыба. Кто-то рыбу поймал в озере и почистил её прямо тут. Софиш, только не ешь это. Короче, я промокла ногой. Промокла ногой, блин. Мэджик, как всегда. Я надеюсь, что она сейчас обратно нас поведёт до дома, потому что мы же уже типа до озера дошли, здесь все дела поделали и пойдём домой. Поэтому я закрываю снова глаза. Эйван останавливался часто. Эйван писал, как я поняла, потом по кадрам я посмотрела, что он там делал, когда останавливался. А вот Софиша, видимо, вынюхивает что-то. Я хочу убедиться, что Софи всё-таки доведёт меня до дома, оттуда, откуда мы пришли. Я сейчас задумалась, и мне вот стало интересно прочитать историю собак-поводырей. Кто вообще это придумал и как начал учить собаку вести человека. А ещё мне пришла в голову идея челленджа взять, сесть на машину, отъехать от дома на достаточно далёкое расстояние, уже, наверное, не закрытыми глазами, и попробовать, чтобы собаки нашли дом. Это, мне кажется, интересная данная проверка. Но мне кажется, что мы уже должны давно дойти до дороги. Может быть, мы вдруг куда-то не туда пришли. Пришли? Ужас! Я раступила, Боже! Так, я слышу машину. Значит, мы где-то рядом с дорогой. Точно, мы дошли до дороги. Ура! Наконец-то! Я надеюсь, Софи сейчас меня приведёт к Алиппе, как и Эйва. Чувствую камешки под ногами, знакомые. Ну всё, я чувствую, что мы на нашей лестнице находимся. Да, с Софишкой было тяжелее, честно скажу. Эйвен намного увереннее был в своей ходьбе и вёл меня конкретно домой. Ты умная собака, всё равно. Да, да, ты молодец. По поводу Мишаньки. Я боюсь, что Мишка вообще никуда меня не поведёт. Когда она ходит со всеми, если вы смотрели влоги там из Москвы, да, она когда в толпе, она идёт со всеми шикарно на поводке, всё нормально. Когда она одна, она чаще всего ходит за мной, то есть смотрит, куда иду я, и тогда уже идёт за мной. Алиска там вышла на улицу гулять, а сейчас выпустила её из дома, и она орёт из-под забора. А, вышла из-под забора! Кошара! Алис, может тебя на поводок, и ты поведёшь меня с закрытыми глазами, а? Я прямо здесь закрываю глаза, и мы даём ей шанс куда-нибудь пойти. Но я предполагаю, что Мишка вообще никуда не сдвинется с места, пока не сделаю шаг куда-нибудь я. Мишка у нас тормозочек такой, поэтому, когда она ходит в компании со всеми, если я иду, то она идёт. Если же я ей даю возможность идти самой, то вряд ли, потому что обычно она ходит либо за мной, либо рядом. Сейчас она вряд ли куда-либо вообще пойдёт. Миш, пойдём! Я ведущий её командир. Я скорее буду её вести, чем она меня. Она, наверное, меня вообще никуда не поведёт. Я так думаю, на этом и закончится наш эксперимент с Мишей. И да. И если София останавливается... И оператор. Птичка, какой-то звук был, я слышала. Что это? Что это такое? Как что-то шевелит. А он операторный. Нет, ты тут ходишь. А, Алиса! Алис! Алиса! Фу, я запаниковала. Если София не идёт никуда, потому что у неё ориентирно хозяина, то есть она проверяет, что делает хозяин, и тогда уже решает, как ей поступить, то Мишка не идёт, не поэтому. Она, скорее всего, боится, и поэтому никуда не перемещается. Что происходит? Что такое? Ты куда-то хочешь меня повезти, Миша? Так, я дошла до Калининга. В смысле до ворот? Прикол! Господи, Алиса там из кустов упрыгивает. Сейчас побежит домой. Алис, пойдём домой. Давай, заходи домой. Заходи домой. Быстро домой. Давай, быстро домой. Будешь тут шляться. Я была уверена, насколько человек потерян в пространстве, я была уверена, что я подошла к тем воротам. Я никак не думала, что я подошла к этим. Заходи домой. Вот мой одет. А вот по поводу Юмичу. Опять же, вы видели в влогах, где Юми прекрасно, шикарно ходит на поводке, на рулетке, со всеми собаками, когда в компании. Так как я, к сожалению, в детстве упустила момент обучения её к поводку, приучения, то есть мало с ней ходила вдвоём именно на поводке, она, когда она одна оказывается на рулетке или поводке, она начинает тупить. Возможно, не в компании именно, она вообще тоже не захочет идти или будет сопротивляться. Короче, когда я учила Юми, Юмичу ходить на поводке или без поводка, я учила её всегда ходить рядом и ни в коем случае не тянуть поводок. Я сомневаюсь, что она сейчас вообще меня куда-то может повезти. Пока что она просто тупо стоит, потому что я стою и смотрит на Кису Алису, которая вот там вот. Мне кажется, если нацепить на Кису Алису шлейку и выйти с ней вот так гулять, она тоже меня куда-нибудь поведёт. Если вам нравится эта идея, ставьте лайк, пишите в комментариях. Да, Аня, давай! Давай, я даю тебе возможность выбирать. Давай, идём. Куда идём? Куда? Юмичу, веди меня куда-нибудь. То есть я встала и чувствую, что Юми тоже стоит. Юми настолько воспитана мной с детства в таких серьёзных рамках, что когда я стою, ты тоже стоишь, потому что она очень подвижная, очень активная. Я всегда боялась, что она выбежит туда-нибудь на дорогу ещё что-нибудь. Кто такое? Собака какая-то вокруг. Юми будет, скорее всего, ходить... Киса Алиса над нами пранкует, она решила поразвлекаться. Я думаю, что она оборачивается на Кису Алису, наверное. Или останавливается, потому что где-то здесь кошка. Али... Ой, фу, Юми, пойдём. То есть Юми будет идти рядом со мной как самая послушная на свете собака. И если, как я говорила, Миша, например, это делает из страха, то есть ждёт всегда, то Юми делает это в первую очередь. То Юми делает это по двум причинам. Первое. Протест против поводка. То есть она не любит ходить на поводке. Плохо приучено. А второе. Она приучена, если уж ходить, то ходить рядом. А ни в коем случае не тянуть поводок и не рвать его и не тащить хозяина. Ладно, я полностью потерялась в пространстве. Я сейчас сниму, с Юми поводок. Писаем, как мальчик, в очередной раз. Распространяем это по территории. Значит, без поводка она может ходить. А с поводком ты меня не можешь так повезти куда-нибудь? Короче, вот такой вот челлендж, ребята, у нас получился. Если вам понравилось, ставьте лайк, и я буду придумывать еще какие-нибудь интересные идеи челленджов. Или пишите в комментариях, что еще можно сделать, какой-нибудь конкурс для моих собак, проверять их на что-нибудь. И переходить по ссылкам на новые видео на других наших каналах. Увидимся скоро в новых роликах. и в Красноярске 9 ноября на выставке Зоомир. Да! Все.